Друзья, привет! Сегодня я хочу затронуть тему взаимодействия малыша с гаджетами, планшетами, телефонами, компьютерами и так далее. И я попробую разобраться, какое влияние на малыша сильнее, позитивное, либо же негативное. Давайте начнем с плюсов. Разумеется, что все технические новинки вносят колоссальный вклад в интеллектуальное развитие малыша. И часто бывает так, что, например, просмотренный ролик на ютубе может быстрее объяснить какую-то тему или природное явление, чем отец, либо преподаватель. Представляете, у вас появляется огромная возможность побывать в различных уголках мира, быстрее начать изучать языки и прочее, прочее. Но я хочу отметить, что когда мы говорим о подборе контента для малышей, родители должны тщательно подбирать тот материал, который ребенок смотрит. Также гаджеты способствуют развитию мелкой моторики, особенно мелкой моторики пальцев рук, что тоже вполне неплохо. Но на этом все плюсы и заканчиваются. Давайте перейдем к минусам. Итак, первый минус. Психика ребенка подстраивается под яркие образы, которые предлагает ему техника. При этом малыш испытывает сильную перегрузку зрительных, слуховых рецепторов, а мозг испытывает недостаток в тактильных ощущениях, кроме того, в иссязательных и обонятельных. Картинка, которая рисует малышу виртуальный мир, освобождает его от потребностей и активирует свое воображение. Посмотрите, как в отсутствии гаджетов малыш взаимодействует с окружающим миром. Он часами может проводить время за игрой с бытовыми предметами, что-то проговаривать себе под нос, придумывать новые слова. То есть ребенок по максимуму креативит. Когда малыш потребляет активно игровой или мультифлекционный контент, ему не надо этого делать, ему не надо фантазировать, за него уже все придумали. К сожалению, это выливается к тому, что время взаимодействия с виртуальным миром увеличивается, а время взаимодействия с окружающей действительностью сильно сокращается. Что может приводить к ряду социальных и психологических расстройств и в том числе выливаться в возможную социопатию. Второй минус. Растущий ребенок обладает еще совсем не окрепшей психикой. И, к сожалению, в маленьком возрасте он не умеет фильтровать информацию и отделять хорошее от плохого. А большинство родителей, видя, как малыш увлечен электронными гаджетами, старается не приставать в этот момент к ребенку, чтобы выкроить себе свободные 5-10 минут, может быть отдохнуть, может прибраться. Ну, у всех свои ситуации. И малыш, естественно, контент, который он просматривает или игры, в которые он играет, абсолютно не фильтрует. И во что это выливается? А выливается это опять в крайне неприятные последствия в виде нарушенной психики. Третий минус. Нанесение вреда здоровью. Сильное электромагнитное излучение оказывает негативное влияние на центральную нервную систему. Кроме того, долгое использование гаджетов, таких как планшеты и телефоны, может способствовать рассеянию внимания у малышей. Кроме того, возможно возникновение проблем с координацией движений. И также не забывайте про такие побочные явления, как сутулость, боли в голове, головокружение и тошнота. Подытоживая все вышескаженное, считаю, что негативных последствий от использования электронных гаджетов намного больше, чем позитивных. И, соответственно, если вы видите, что малыш становится раздражительным, выторговывает лишние 5 минут поиграть на своем любимом компьютере или посидеть в гаджете, посмотреть какие-то мультики, начинает кричать, у него появляются какие-то неоправданные истерики, он перестает слушать родителей, делать им все наперекор. Особенно, когда он играет в свои любимые компьютерные игрушки и сидит в планшете и смотрит мультики, это для вас должен быть первый звонок. Лично для меня вывод очень прост. Совсем отказываться от гаджетов не стоит, поскольку все-таки в них присутствуют какие-то элементы, способствующие развитию малыша, в том числе образовательные. Единственное, что использование этих гаджетов обязательно надо лимитировать. Спросите меня, как это делать? Я отвечу, все очень просто. Побольше времени проводите со своими малышами. Ну а я всем желаю мира и добра, ставьте пальчики вверх к этому ролику, подписывайтесь на канал, обязательно оставляйте свои комментарии и делитесь этим видео с друзьями. И, конечно, заходите почаще в гости, впереди нас ждет еще очень много познавательного и полезного. Всем добра, до новых встреч, пока! Пока!